Всем привет, мои хорошие! Наконец-то я добралась до разговора за чашкой чая. Разговор за чашкой чая. Вот она. Разговор об отношениях. Тема древняя и тема действительно существует, как долго существует человечество. И, естественно, музыка и общая литература отражают стиль отношений, природу отношений человеческих на определенном этапе развития человечества. Поэтому очень интересно это все наблюдать. И, вы знаете, вчера я провела день практически весь день. Я слушала музыку в 70-е, 80-е годы. Вообще чудесная. Песня, знаете, песня Пугачёва и Леонтьева начала с Юрия Антонова. Настолько это все пронизывает. Глубоко отдается в душе, потому что это все красиво. Это человечески и по-доброму. Очень добрые песни. И сейчас, наверное, есть хорошие, добрые песни. Я не знаю. Но я знаю, что природа отношений как-то изменилась. Может быть, это так и должно быть. Может быть, 21 век наступил, и уже пора с этим смириться. Но не хочется. Я, например, часто говорю с Сеней об этом, потому что, вы знаете, я много не рассказывала о его разводе, но у него был очень нехороший брак. Очень неприятный брак был. И когда он расстался, он знал, что его жена изменяла ему. И, в общем, было очень много всего неприятного. Он чувствовал себя выжатой тряпкой, об которой выцарли ноги и выкинули. И сейчас какую-то веру обрести снова в какие-то отношения и как бы раскрепоститься, и перестать быть напряженным в этом смысле, я понимаю, почему ему это трудно. Это трудно очень. Те девушки, с которыми встречались, я уже просто говорю из нашего примера, потому что, может быть, не везде так, и, может быть, не во всех странах так. Но с какими встречались, и даже русские, которые здесь живут, уж, казалось бы, своя культура, все равно свои корни, и, тем не менее, какое-то очень странное отношение. Очень странное. Что ты мне можешь дать? Что ты добился? И когда я выходила замуж, ну, сколько, 20 с лишним лет назад, я была еще молодая, 33 мне было, я вышла за Ричарда. И мы себя так не позиционировали. Мы знали, что русские жены очень ценятся, действительно, за нашу искренность, за нашу заботу, за то, что мы все умеем, нас всего научили, мы сообразительные, мы выйдем из любой тяжелой ситуации, и мы верные, и за все эти качества. Сейчас такое чувство, что девушки все это как бы знают о себе, повесили на себя другой ценник. И не считают, что вот то, за что их как бы ценили всегда, это уже как бы не нужно давать. Это как бы уже само собой разумеющееся где-то там. А показывать и интересоваться человеком не нужно, нужно только интересоваться собой. Нелегко. Нелегко. А почему? Я думала об этом тоже. Раньше мы ходили везде. Мы ходили. Ну, давайте начнем с того, что даже танцплощадки, пусть это может быть не самое идеальное место, где можно было познакомиться. Были танцплощадки. Ходили люди, знакомились. В кино ходили. Даже в кино можно было познакомиться. Библиотеки. Я помню, как я ходила в библиотеку, когда я была студенткой. Я таскала на этом, на роликах, на чемоданчике такой, в тележке, книги. Вот. Это же все сейчас на интернете. То есть можно жить, жизнь вообще не вылезая. Коронавирус нынешний доказал, что мы все прекрасно можем дома работать. Ну, в основном. Если у вас офисная работа, то раньше же этого не было. Раньше прямое общение, оно было просто необходимо, оно было сущностью жизни. И поэтому какие-то ожидания всего, что вам не удавалось получить дома, сидя дома. Вот это мое просто мнение. То, что вы не могли получить дома, сидя дома, и выходили в люди. В люди выходили. Это значит, что выходили к людям на общение. И получали духовное какое-то обогащение. Искали людей по интересам. Но это было все там, на улице, вне дома. А сейчас все внутри дома. То есть жизнь изменилась. А как это повлияло на отношения, с моей точки зрения, это повлияло очень печально. Людей по интересам найти трудно. Мест, куда бы пойти. Да, есть, конечно, выставки и галереи, но не будешь постоянно туда ходить. То есть какие-то вот библиотеки, какие-то просто выход на улицу, общение с людьми. Сейчас в большом масштабе заменен сидением за компьютером. И те же самые интересные темы за компьютером. Та же самая музыка за компьютером. Игры за компьютером. Пожалуйста. По отношениям, о которых я знаю от других людей. То, что я знаю от других людей. Есть у моей сестры, есть знакомый, который работал оператором на... то ли на ОРТ, то ли где-то, в общем, в Москве. И он ездил по всяким горячим точкам. Жена ему сказала как-то, что ну вот ты везде ездишь, ездишь, мало ли что с тобой случится, давай все перепишем на меня. На всякий случай, мало ли что. Он как-то так значение этому не придал, потому что любовь, семья, нормальные отношения. И вот то, что произошло, у меня в голове не укладывается никак. Как вообще это возможно? Она с ним развелась и выставила его на улицу из его же квартиры. Как-то он там не сумел ничего отстоять. Это очень печальная история. Он живет в каком-то сейчас сарайчике маленьком. У бабушки там какая-то была, знаете, какой-то участок, огород был запущен из какой-то сарайчик. И так вот он перебивается. У него единственное, что у него есть, это велосипед. И вот этот маленький кулачок земли. Как это вообще могло все произойти? А почему он потерял работу? Потому что после того, как все это случилось, у него случился инсульт. Он стал забывать, у него что-то там еще с руками. Он стал плохо говорить. Но в результате инсульта вот этого, вот такое потрясение произошло. И человек потерял работу. Что, конечно, тоже несправедливо. Но вот такая вот сволочная жизнь. То есть я не могу, понимаете, у меня в голове не укладывается, как это можно так сделать. Если ты планировал развод, то разводись. И по-человечески нужно эти вопросы решать. Мне трудно говорить даже на эту тему. Может, не надо было даже начинать, потому что я путаюсь сама. История, которая вот с моим сыном, я вам в двух словах просто расскажу. Что девушка приехала якобы по любви. Все мы устроили, визу, все дела. Я помогла квартиру снять, все купили в эту квартиру. И она возила парня, с которым она работала вместе. Полностью отдалила нас, меня не пускала к ним. Сказала моему сыну, что если у них будут дети, что она их близко ко мне не подпустит. Что я такого сделала, я так не могу понять. Когда он получил небольшую долю наследства, после того, как мама умерла, мы квартиру в Уфе продали, она сразу же закатила требование, что ей нужна машина, хотя она водить не умела совершенно. Этот поляк ее учил водить. Потом нашли мы дома очень много доказательств того, что у нее была совершенно другая жизнь. Это было использование на всю катушку. Еще один пример у меня есть. Один мой друг детства. Мы уже очень много, больше 40 лет мы дружим. Знаем друг друга, мы выросли вместе. Правда, мы учились в разных школах. Он живет в Москве сейчас. В общем, мы всю жизнь отношения поддерживали. Знаю я его очень хорошо. Очень порядочный человек. Очень порядочный. И он развелся со своей женой. Там какой-то надлом в своих отношениях прошел. Но он вырастил дочь. Дочь, когда выходила замуж, купила ей квартиру, машину. Все, хорошая работа у него была. И влюбился. Влюбился до смерти. И получилось так, что ушел к этой женщине от жены буквально в трусах. Знаете, все оставила, ничего не нужно. Они прожили, они поженились. И они прожили, по-моему, ну, не знаю, года три, наверное, четыре, может быть. Вы знаете, как в России. Теряются, закрываются фирмы, теряется работа. В общем, фирма у них закрылась буквально, по-моему, за полгода до коронавируса. И, конечно, потом от коронавируса вот это все произошло. И он уже не работает. Это ему очень тяжело. Очень образованный, интеллигентный парень. Ну, как парень, 55 лет ему уже. Очень тяжелой ситуации. И что девушка сказала? Которая то же самое. То есть у них там где-то за границей они открывали какой-то небольшой бизнес. Он очень много денег туда вложил. Что-то они там продали. Он возил деньги наличными. Там они вложили. Потом она ему сказала тоже, что поскольку у него там были вопросы с предыдущей работы, она говорит, вот, ну, может быть, в интересах будет, что мы перепишем все на меня. Конечно, с большим доверием к жене. Это же не просто какая-то там подружка знакомая, а жена. Переписали все на нее. Та же самая история. В общем, парень буквально на пороге. Ничего ей больше не нужно от него. Все. Полностью. Доступ ко всем счетам закрыт. Доступ к собственности за границей закрыт. В общем, все-все-все по-чистому. Вот так вот. То есть, я, вы знаете, я не слышала такого раньше. Раньше, может быть, что-то и было. Может быть, где-то какие-то такие ситуации были. Но это не было нормой. Это не было как бы манерой поведения и манерой думания даже. Не было вот такого, такой схемы поведения и процесса мыслительного. То есть я не знаю, что повернулось в людях, что не так, что случилось. Почему все ценности, все, чему нас обучали когда-то, все, о чем была вот эта литература и поэзия, почему вот это все перестало существовать, куда это все делось, куда делись человеческие ценности, меня вот это очень сильно беспокоит сейчас. Потому что что будет с нашими детьми, что будет дальше с внуками, если они у меня вообще когда-то будут теперь. Как все-таки вот этот человеческий стержень в отношениях пронести через жизнь. Конечно, да, бывают трудности, бывают такие неприятности, когда нужно друг другу помогать. Как же вот эти вот обещания, которые мы друг другу даем у алтаря, что мы будем и в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезни. Мы будем друг с другом вместе и друг другу помогать. А здесь что не так, деньги не приносишь, все валя отсюда. Это вот я не знаю, я не знаю, как вот в этой ситуации ориентироваться, и как помочь, и что ничего не сделаешь. А насчет будущего, что грозит нашим детям, что будет с детьми. И где люди находят друг друга, вот молодежь, где они сейчас встречаются, я не знаю. Ну, наверное, на работе, может быть. Меня вот это все как-то очень сильно так колышет. Очень. И я беспокоюсь. Я беспокоюсь за искренность отношений молодых людей. Конечно, конечно же, есть пары, которые глубоко друг друга любят. Как бы чувства искренние и чистые. Это просто хочется, чтобы было побольше этого. Чтобы это стало основой человеческих отношений, а не каким-то редким исключением. Интересно ваше мнение услышать, ваша история. На что люди надеются, когда мы живем одну жизнь? Может быть, мы, я не знаю, никто же не знает, переродимся мы, будет у нас другая жизнь или нет. Относиться нужно к этой жизни как к единственной. И поэтому, когда это изменится к лучшему? И как это изменить к лучшему? Хочется узнать, есть ли у кого тоже такая же ситуация с взрослыми детьми уже, что кто-то один, кто-то не может найти себе пару. Как они с этим справляются? И как начать снова верить после того, как вот так к тебе отнеслись и выкинули себя, растоптали? Когда мы ехали из аэропорта, только ее взяли, забрали, она приехала. Она меня спросила, Лара, а как мне быстрее получить гражданство? Вот это меня сразу, конечно, насторожило. Я спокойно объяснила, что пока об этом не нужно говорить, пока до этого очень далеко, нужно подтвердить еще. Потом она мне сказала, где-то через несколько месяцев уже сказала, что а я выяснила, говорит, если бы я вышла замуж за европейца, то я бы здесь осталась быстрее, потому что европейцам легче. Это действительно так. Почему-то, ну это было раньше до Брексита, конечно, европейцам, если они привозят к себе супругу сюда, или членов семьи, то эти члены семьи остаются гораздо легче, быстрее, чем нежели сюда приводят британцы. То есть наше правительство сделало вот так, почему-то очень удобно для своих собственных граждан, непонятно почему. Хотя должно бы быть наоборот. Ну вот, это просто, так сказать, к разговору, почему вообще так все получилось, синий, непонятно. Ничего, ничего, все будет так, как нужно верить во Вселенную, в позитив, тот, который мы заслуживаем, заслуживаем и принимаем, и все будет вовремя. Я помню, когда я была одна, несколько лет, тоже после первого брака, я сама рассталась со своим первым мужем, я помню, как я мучилась в том смысле, что я вижу все везде парами, я одна. Мама, я все время плакала, я говорю, мама, ну что же, какая несчастная, она говорит, ты счастливая, потому что Бог тебя бережет от того, что тебе не нужно. И то, когда ты будешь действительно готова, и когда ты пройдешь вот через все вот эти испытания, тебе Бог пошлет именно того, кого тебе нужно. Вот, и я, конечно, тогда бы, если бы я знала, что это так, я бы успокоилась, а я тогда очень сильно переживала. Вот, а сейчас, конечно, я все это знаю. Как бы вот знать, что и ребенка твоему точно так же хорошо будет суждено потом. Вот, это бы хотелось, конечно. Ну все, мои хорошие, я желаю вам приятного проведения этой недели. Завтра же вторник. Вот, и мы с вами, наверное, встретимся в выходные, я думаю. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok